Снова приветствую всех, кто вместе со мной делает анимацию падающего снега. Мы с вами реализовали эту анимацию первым способом. Сейчас напомню, как это выглядит. Вот так падают у нас снежинки, и суть заключается в том, что у нас есть какое-то количество спрайтов, в данном случае всего лишь 5, и у каждого из них один и тот же скрипт, абсолютно один и тот же. Если мы хотим, чтобы снег был более густым, нам необходимо продублировать спрайтов еще больше, добавить, и будет такой более густой снег. Но появляется небольшая сложность, заключающаяся в том, что если мы захотим что-то изменить, усовершенствовать, то нам придется либо вносить изменения в скрипты каждого спрайта, либо что быстрее удалить каждый из спрайтов и потом вносить изменения в одном, а потом опять его дублировать. В любом случае это не совсем рационально и не так удобно управляемо. Поэтому мы сейчас рассмотрим другой способ. Это способ с использованием клонов. Итак, мы опять же удаляем все нам ненужные спрайты, потому что сейчас нам достаточно будет всего лишь одного. И на этом примере мы убедимся в том, что использование клонов это один из самых эффективных способов работы с множеством объектов, у которых одинаковое абсолютно поведение. Для того, чтобы создать клон, у нас есть специальные команды создать клон, когда я начинаю как клон и удалить клон. И теперь с помощью этих команд мы преобразуем уже готовый скрипт. Очевидно, что нам нужно в цикле порождать клоны, то есть создавать клоны самого себя и задавать поведение каждого клона, каждой копии фактически этого спрайта. Значит, поведение мы переносим вот сюда под шапочку, когда я начинаю как клон, а создаем клон вот здесь в цикле повторять всегда. В принципе, можем попробовать начать тестировать. И видим, что у нас в общем все работает, даже немного чаще появляются все наши снежинки, их больше. Но есть один маленький нюанс. Если в предыдущем примере мы могли спрятать наш спрайт, а потом он появлялся в новых координатах, то здесь порождаются клоны и если мы их не будем удалять, то в конечном итоге мы слишком сильно загрузим наш компьютер. Поэтому вместо команды спрятаться мы ставим удалить клон. Еще раз проверяем. И вот, можно сказать, легким движением руки у нас такой снегопад. Как управлять этим снегопадом, точнее, количеством снежинок? Мы можем сделать, например, больше интервал ждать здесь, либо добавить ждать вот здесь. Давайте попробуем в цикле добавить ждать. Я не экспериментировала, заодно посмотрю, что из этого выйдет. Но если мы ждем ровно одну секунду, то получается как-то очень редко. В принципе, когда снег только начинает сыпаться, так оно примерно и происходит. Но одну секунду это маловато. Можно сделать, например, ноль целых четыре десятых, то есть чуть меньше, чем полсекунды. И если мы заново запустим, то получается такой не очень густой снег. Либо, как я уже сказала, вот здесь интервал выдать случайно от 0,1 у нас было до 2,5. Можно сделать больше, например, от 2 секунд до 3,5. И тогда у нас более редкий будет снег. То есть количество зависит от того, какой у нас интервал ожидания между появлениями отдельных экземпляров клонов. Ну или копии нашего спрайта. Ну, например, я сделаю все-таки чуть поменьше ждать, чтобы был более густой снег и было видно, что мы дальше будем менять. Что мы делать будем дальше? Ну, наверняка, у многих возник вопрос, почему снежинки все такие одинаковые, так себя одинаково ведут. Ведь в реальной жизни, когда у нас летят снежинки, то они могут быть и разного размера, и разной формы. Ну, по поводу формы нам тогда нужно создавать новые спрайты с новыми костюмами, либо новые костюмы для этого спрайта и случайно выбирать костюм. Тоже вариант, кстати говоря. Сейчас я, кстати, посмотрю, есть ли костюмы этой снежинки. Нет костюмов нет, но, наверное, мы попробуем это сделать. Но, прежде всего, давайте попробуем добавить такой эффект, он называется параллакс. То есть мы попробуем изменить размеры снежинок и получим тогда более интересную картину. Я остановлю проигрывание. Вы, наверное, заметили, у меня даже немножечко начала застревать движение, потому что, в принципе, компьютер получается очень загружен, он постоянно генерирует новые объекты. Итак, что нам нужно сделать? Нам нужно сделать так, чтобы во время движения наш спрайт, наша снежинка, еще, точнее, не во время движения, а тогда, когда она появилась, была случайного размера. Чтобы задать размер, нам нужно использовать команду, кто знает, установить размер. Если указано 100%, это большой очень размер. Напомню, что мы брали спрайт из библиотеки и сразу задавали размер 20%. Если 100%, то, представьте, это будет в 5 раз больше. То есть 100% нас точно не устраивает. И еще мы сказали о том, что нам нужно случайное какое-то значение. И давайте сделаем размер, вот я экспериментировала, где-то от 3 до 15 хорошо получается. Можно оставить и до 20. и где мы это делаем? Мы делаем это вот перед тем, как наша снежинка покажется. Давайте посмотрим. Вот наши снежинки разного размера, уже интересно, но очевидно, что они также могут и с разной скоростью двигаться. Что-то мне хочется, вот сейчас они стали мельче и уже их как-то маловато. Я ждать уберу. Вот сейчас они почаще, уже такой более интересный эффект, правда? Значит мы сейчас сделаем движение. Тоже будем плыть с разной скоростью и допустим не от двух, но одна секунда. Да, наверное, хорошо. Но я поставлю 1.1 в надежде на то, что в этом промежутке будут не только целые значения, но еще и действительные. Ну вот так вот. Давайте посмотрим, что получится сейчас. И сейчас вот у нас включился как раз эффект параллакса. Такое ощущение, что одни снежинки ближе, другие дальше. И такая появилась глубина, как будто бы даже объем. То есть снег стал уже более натуральным. Ну и кто помнит первую часть урока, я показывала снег, реализованный вторым способом, который мы сейчас с вами рассматриваем. И там было еще заметно маленькое такое как бы качание снежинок в разные стороны. Понятно, что дует ветер, и они могут немножечко качаться. И мы сейчас попробуем это сделать. Это можно делать разными способами. Один из способов мы просто будем немножечко их поворачивать. Для этого нам понадобится еще одна команда, когда я начинаю как клон. С циклом повторять всегда. И вот в цикле повторять всегда мы добавим повернуть на какое-то количество градусов. Понятно, что нам нужно поворачивать тоже в разные стороны, но давайте ради интереса посмотрим, что будет, если мы оставим так как есть. Тоже интересный эффект. Возможно, в каких-то играх, в каких-то мультфильмах нужно будет именно вот так закручивать наши объекты, и вы вполне можете использовать это. Но чтобы они не так быстро вращались, нам необходимо вот это число уменьшить. Например, напишем на 5 градусов. Вот так вот интересно. Но вряд ли кто-то из нас видел такой снег, где снежинки крутятся в одну и ту же сторону. Поэтому логично предположить, что мы можем сделать вращение в разные стороны. И опять же нам понадобится оператор выдать случайное. Но случайное внимание мы можем повернуть на положительное число, это будет по часовой стрелке. И на отрицательное число, это будет против часовой стрелки. То есть если мы напишем, допустим, от минус 5 до 5, случайное, и сюда добавим, мы сейчас увидим, какой получится результат. Вот наши снежинки так немножечко как бы дрожат, что в общем-то практически всегда так и происходит. Но еще хотелось бы, чтобы они немножко так бы как бы качались. Но это уже нужно подумать, как сделать. Возможно, для этого может быть полезно использование костюмов. Подумайте, может быть у вас возникнут какие-то идеи и можете эти идеи писать в комментариях к видео или к уроку, который я размещаю на сайте. И чтобы было еще красивее и интереснее, как я уже сказала, у нас пока снежинки одинаковые все, с одинаковыми костюмами, давайте попробуем сделать костюмы разные и выбирать случайный костюм. Но для этого придется немножко потрудиться, мы не будем слишком сильно мучиться. К счастью, у нас снежинка в новой версии Scratch Scratch 3.0 нарисована в векторе и мы можем ее преобразовать. Для этого мы дублируем костюм и дубль мы сейчас отредактируем. Мы сначала должны разгруппировать картинку и подумать, как ее преобразовать. Так, что-то у меня не все получилось, к сожалению, похоже. Нет, она действительно разгруппировалась, но немножечко не так, как я хотела. Но ничего страшного, я сейчас отменю то, что я сделала. Не готовила это, это импровизация, поэтому извините. Мы возьмем, тогда используем ластик. Но давайте сделаем снежинки, к примеру, вот такие. Так, что-то тут у меня почернело. Что странно, но ничего страшного. Сейчас мы это дело подправим. Я надеюсь, редактор Scratch 3.0 стал немножечко другим. Сейчас мы вот эту черноту уберем. Вот она более светленькая. Можно, в принципе, ее подкрасить. Ничего у меня не вытерлось. Вот сейчас будем надеяться, что... Ох, как ему тяжело, но ничего страшного. Немножко не получается сразу. Появляется заливка, ну, заливку мы можем убрать. Вот так сделать, без заливки. Единственная сложность заключается в том, что... Так, сейчас я еще раз верну. Пусть она все-таки будет такая. Не будем ничего трогать. Пусть он вот так вот себя странно ведет. Ладно, я немножечко вот так подотру что-то. Теперь выделю вот этот объект, который у меня с заливкой. Уберу ему заливку. Ну, вот она уже немножко другая. Мы видим, вот здесь вот видно, что меняется немножко снежинка. Тоже вариант... Ну, сойдет. Я могу сейчас сделать еще один дубль, и на этом дубле попробовать еще раз с помощью ластика или с помощью вот этой замечательной... Вот этого замечательного инструмента немножко увеличу. Вот многие ругают новый редактор, потому что он стал вроде бы более совершенным, но с другой стороны появилась масса каких-то сложностей. И сейчас мне придется очень сильно думать, каким образом не преобразовать форму моей снежинки. Но, например, я сейчас попробую удалить некоторые точки. Здесь их много. И благодаря этому, да, вот я правильно надеялась, у нас немножко меняется форма нашей снежинки. Это, конечно, достаточно кропотливая работа, должна сказать. Поэтому я, наверное, сейчас поставлю видео на паузу, чтобы не тратить эфирное время. Каждый поэкспериментирует сам. Возможно, нарисует свою какую-то картинку, свой костюм, и у вас получится свои какие-то уникальные снежинки. Ну вот, я кое-как осилила пять костюмов. Они не сильно отличаются. Вот смотрите сюда в превью. Я просто выделю, чтобы было видно. Хотя вот можно и вот так вот сделать. И будет видно, что немножко меняется форма снежинок. И нам, в принципе, для нашего проекта этого достаточно. Итак, мы переходим к коду. И сейчас, когда у нас будет появляться очередной клон, нам нужно будет выбирать случайный костюм. Костюмы у нас выбираются из группы команд внешний вид, изменить костюм на нам понадобится. И теперь вопрос, каким образом мы будем выбирать костюмы. Выбирать мы их будем с помощью специального случайно выбранного числа. Давайте сразу попробуем тоже оператор выдать случайно. И мы можем выбирать костюм как по имени, так и по номеру костюма. У нас номер костюма вот один, два, три, четыре, пять. Стало быть, нам нужно выдавать случайное число от одного до пяти. Давайте проверим. Итак, включаем. И костюма у нас пока не видно. По всей видимости, все-таки с костюмом сложно. Сейчас мы проверим другим способом. Видимо, ну вот от одного до пяти я проверяю, выбирается нужное число. Так, придется ставить видео на паузу и разбираться. Проблема была всего лишь в моем браузере. Ему очень сложно работать со скретч, но еще и потому, что у меня очень много открыто вкладок. На самом деле все работает и костюмы меняются. Используем команду изменить костюм на случайное число от одного до пяти. И если хорошенько присмотреться, можно увидеть, что в общем костюмы разные. Сейчас я увеличу. Летят снежинки немножко слишком быстро. Можно сделать медленнее. Допустим, пусть будет не до двух секунд, а до четырех. К примеру, хотя бы некоторые, чтобы можно было увидеть, что они разные. Вот видно, что разные снежинки, разные костюмы. И если нарисовать более разнообразные костюмы, соответственно будут разные снежинки, будет вообще очень-очень красивый снег. Я вас поздравляю, мы сделали снег вторым способом и наверняка вам этот способ больше понравился. Но в следующей части мы рассмотрим вопрос о том, когда, в каких случаях, в каких проектах использованные нами шаблоны фактически проектирования, вот эти вот скрипты можно использовать и в каких случаях, какие лучше. До встречи в следующем видео!